итак парни и девчонки после того что мы сделали с нашими замечательными стенками у нас получились вот такие вот места в предыдущих роликах я рассказывал что это за места и что это за точки для чего они здесь нужны так что если вы вдруг пропустили те видео можете их посмотреть также вы можете подписаться на канал если вы еще не подписаны но это на ваше усмотрение не все возможно вытащить короче сейчас многие из вас конечно же уже знают прям от и до как это все дело устанавливать мы будем устанавливать это с теми ребятами которые еще этого не знают или те которые знают могут написать мне что я неправильно делаю в общем смотрите смотрите со своей стороны я считаю что правильнее всего было бы установить лазер потому как у нас розетки все в ряд это фартук и лазерный уровень здесь как нельзя кстати сейчас мы по нему все розеточки наши и отстреляет самый оптимальный варик вы это видели да и вот поэтому лазеру мы сегодня и будем настраивать все наши розетки начнем с того что нам необходимо просто понимание войдет она в принципе сюда и или нет я вот сейчас уже вижу что здесь всего лишь подломить чуть-чуть и она уже начинает входить где она не будет входить у меня есть тяжелая артиллерия виде перфоратора который брызгается маслом в предыдущем видео опять же вы об этом видели сначала я все раздолблю везде подготовлю под подрозетники а потом будут и все вмазывать и устанавливать да это правильное решение на самом деле устанавливать подрозетники дело совсем не хитрая для того чтобы столкнуться с минимальными сложностями я советую использовать лазерный уровень процессе съемки ни один кабель не пострадал но советую делить этому максимальное внимание при выстрабливании мест под подрозетники лучше всего при работе с перфоратором под руками имеет схему прокладки ваших проводов чтобы вы точно знали где идет кабель часто под выключателем устанавливается розетка и провод который идет к розетке огибает подрозетник выключателя перфоратором очень легко задеть это место уделить этому особое внимание его друзья для запаковывания розеток самый оптимальный раствор консистенции на три ведра речного песка одно ведро суглинка с местной речки колпачок фэри и воды по вкусу так мы с вами очень хорошо намусорили это все обязательно нужно прибрать потому что раствор все равно будет падать и его здесь быть не должно ребят такую работу лучше всего предоставить своей любимой жене им это нравится все работы мы закончили подготовительные мы выстребили штабу теперь я включил лазер и отстреливаю уровень и теперь смотрите что мы сделаем сейчас я лазер настрою так что у меня высота его будет как раз вот по нашим саморезом поставим вот теперь смотрим и вот как раз вот по саморезе com сейчас я его подниму далее мы будем устанавливать все фарточные розетки согласно вот этому лазерному лучу понимаете в чем суть для чего я и говорю что обязательно нужен лазерный уровень он очень сильно помогает в работе делаем мне очень понравилось при монтаже глубокие подрозетники и всем их рекомендую у них есть два пина советую кабель вводить именно через нижние пины так вам будет удобнее монтировать саму розетку и выключатель перед нанесением раствора нужно максимально обеспылить место установки будущего подрозетника и загрунтовать устанавливается подрозетник путем набрасывания раствора в глубину вырубленной части и потом мы просто вмонтируем туда подрозетник используя уровень чтобы в дальнейшем у вас не возникло никаких проблем советую устанавливать подрозетники внимательно по уровню лазера друзья в нескольких последних видео я получил от вас максимальное количество советов по гидроизоляции нашего подвала и к следующему видео я уже профессионально подготовился в этом вопросе изучил всю теоретическую часть и заказал материал для гидроизоляции подвала какой именно вы узнаете очень скоро распаечные коробки устанавливал тем же самым путем отгибал все провода стороны выштрабливал центр укладывал все в косу и после чего устанавливал распаечную коробку на свое штатное место который раз хочу поблагодарить вас за все ваши комментарии отзывы лайки за ваше участие в судьбе канала спасибо вам большое друзья я не убираю сразу остатки растворов подрозетники даю немножечко подсохнуть материалу спустя 2-3 часа он легко оттуда удаляется с использованием простой отвертки эту работу мы закончили проделали мы ее качественно уверен что каждый из вас сделает лучше напишите в комментариях ваши мысли может быть у вас есть какие-то советы для начинающих застройщиков напоминаю следующей серии мы с вами спасаем наш подвал от будущего половодья тем что монтируем в нем гидроизоляцию у нас получилось с вами небольшое но очень содержательное видео если кому-то оно понравилось и помогло на вашей стройке я прошу вас оценить его ну а я с вами прощаюсь до скорых встреч в новых роликах пока я говорю кто упер у меня фэри ты сейчас это все сказал нашим дорогим зрителям понимаете ради такого благого дела я не мог упереть фэри но вот женщина да